Жильцы домов по улице Леселидзе пожаловались на низкое напряжение. Внеплановая проверка сразу же выявила, к сетям незаконно подключились. Ранее были выданы предписания, но владельцы дома так и не заключили договор энергоснабжения. Пришлось прибегать к экстренным мерам, полностью обесточить домовладение. Данный факт бездоговорного потребления электроэнергии создает в электрических сетях дополнительную нагрузку, тем самым перегружает электрические сети, что в свою очередь отрицательно сказывается на качестве электроэнергии. На таких параметрах, как падение напряжения в сети, скачки напряжения в сети, ну и как следствие коротковременное отключение электроэнергии, перебои с электроснабжением. В прошлом году в Сочи было выявлено более 500 фактов несанкционированного подключения к электросетям. Объем неучтенной электроэнергии превысил 170 миллионов киловатт-часов, а ущерб был взыскан на сумму около 40 миллионов рублей. Внеплановые проверки дают свой эффект ряд потребителей, которые все-таки продолжают, скажем так, в кавычках, хищение электрической энергии, не в рамках договора энергоснабжения. Для них мы составляем акты на бездоговорное потребление. Эти акты, соответственно, выражаются для них некими компенсационными выплатами в адрес компании, которые направлены потом на реконструкцию электрической сети. В минувшем году городские электросети прошли полную модернизацию. Заменены трансформаторные подстанции, разводящие линии. Ушли в прошлое многодневные отключения. Но эти улучшения будут незаметны, если на линии появляются нелегальные потребители. Среди них как физические лица, так и юридические, производственные и жилищные объекты, в том числе мини-гостиницы и жилые гаражи. Учесть общий объем потребления в таком случае очень сложно. Это обращение вообще к сочинцам, потому что если мы все будем, законопослушные граждане, все будут заключать договора, у нас будет рассчитан лимит и так далее на всех потребителей. Более того, самобольные подключения к электросетям могут стать причиной несчастных случаев с самими правонарушителями. Подключение должно выполняться квалифицированными специалистами и на законных основаниях с соблюдением всех необходимых технических регламентов и не в ущерб остальным сочинцам. Елена Всецна, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.